Крупы, макароны, изделия, конечно, они помогают сохранить семейные бюджеты. Тот же ужин, обед приготовить на неделю вперёд получается. Помимо продуктов, гуманитарная помощь теперь включает в себя необходимую одежду. Её готов предоставить нуждающимся социальный магазин «Вещь добра». Инициативу поддержал фонд Святой Екатерины, который с начала пандемии обеспечивает продуктовыми наборами нуждающихся уральцев. Работая по проекту обеспечения многодетных нуждающихся семей продуктовыми наборами, мы столкнулись с тем, что семьям нужны ещё и элементарно детские вещи. А есть семьи, которые готовы ими поделиться. Поэтому, я думаю, сотрудничество с организацией «Вещь добра» окажется очень полезным. При этом речь не только о малоимущих. В регионе растёт число семей, в которых родители потеряли работу из-за пандемии. Волонтёры фонда, доставляющие продуктовые наборы, теперь раздают ещё и бланки заявок на получение одежды. Вы можете написать заявку на какую-то вещь, которая вам необходима. Екатерина такую поддержку сразу оценила. Женщина осталась без работы. А троих несовершеннолетних детей надо не только кормить, но и одевать. Нет возможности хорошие вещи покупать. Детей много. Это тоже очень приятно. Всё-таки помогает. Проект «Вещь добра» существует уже почти год. В Екатеринбурге организованы боксы, куда можно сдавать ненужные вещи. Но из-за пандемии добраться до них может не каждый. Благодаря фонду Святой Екатерины проект запускает специальное такси по сбору одежды. Мы можем приехать и забрать эту одежду максимально бесконтактным способом, привезти её к себе. У нас она проходит процедуру сортировки. То есть мы принимаем не только пригодную для дальнейшего использования одежду, мы принимаем любую. На первом этапе собирать и раздавать вещи будут в Екатеринбурге, Берёзовском, Верхней Пышме, Среднеуральске и Арамиле. Всё полученную одежду стирают, приводят в порядок и дезинфицируют. Помимо листовок, которые раздают волонтёры, заявку можно оставить на страницах проекта в соцсетях. Или позвонив по телефонам, указанным на экране. Мария Новикова, Юрий Шумков и Антон Муханов. Новости 4 канала. В стенах районной Сухоложской больницы звук пуска нового аппарата ИВЛ сродни спасительному сигналу. Прибытие агрегата, вентилирующего лёгкие, местные врачи ждали с самого начала пандемии. Большинство устройств, спасающих жизни, устарели и нуждаются в замене. Помочь медикам, которые ежедневно принимают новых пациентов с подозрением на COVID-19, решили уральские бизнесмены. Он должен работать, должен приносить пользу. Поэтому, вручаем его. Спасибо. Новейшее устройство для ингаляционной анестезии больницы Сухого Лога подарило промышленное предприятие Форес. Покупка только одного аппарата ИВЛ обошлась компанией в почти 3 миллиона рублей. Ещё один такой агрегат получили сегодня медики Асбеста. Данный аппарат монтировался на оптико-механическом заводе. Единственная тонкость в том, что комплектующие все – это из Германии. Поэтому это многофункциональный аппарат. Выполняет роль как аппарата искусственной вентиляции лёгких, так может участвовать и во время операции, и введением наркоз. Новый аппарат для искусственного дыхания – девятый в больнице, но первый многофункциональный. В отличие от стандартных аппаратов ИВЛ, он может выполнять ещё 10 задач, направленных на поддержание жизни пациента. Чтобы в пик пандемии оборудование доставили в срок, уральские бизнесмены обратились за помощью к депутатам Госдумы. Я надеюсь, что он спасёт точно не одну жизнь. Оборудование такого уровня позволяет очень долго держать пациента на искусственной вентиляции лёгких, давать очень точный наркоз. Сейчас в стенах медучреждения 33 человека с подтверждённым коронавирусом. Форма заболевания – лёгкая и средняя. Тем не менее, даже при вполне удовлетворительных показателях, некоторые пациенты нуждаются в инвазивном лечении. У нас бывает сегодня один пациент, завтра у нас может быть их три, четыре. Дополнительный аппарат – это вообще здорово. И у нас некоторые аппараты ИВЛ требуют замены по причине уже устаревших моделей. И хоть растущая в регионе статистика смертности от COVID-19 пока не коснулась сухоложских пациентов, расслабляться медикам рано. В ближайшие дни оборудование настроят и приступят к его полноценной эксплуатации. Диана Ковандо, Олег Кузнецов. Новости 4-го канала. Здравствуйте, меня зовут Вероника Медведева. Это программа «Разговор с главным». И сегодня за главного Оксана Вохминцева, директор фонда жилищного строительства Свердловской области. Оксана Александровна, здравствуйте. Здравствуйте. Оксана Александровна Вохминцева, директор.